приветствую вас господа трейдеры на очередном еженедельном обзоре финансового рынка меня зовут евгений багураев и мы сегодня с вами как всегда составим торговые планы на предстоящую неделю по валютным парам cfd контрактам по золоту по нефти конечно же разберем индекс sp500 а также если у вас будут какие то вопросы то обязательно пишите их в чате и по возможности я буду на них сразу отвечать и традиционно мы начинаем анализ индекса доллара а кстати в волновом измененном волновом анализе который я для вас делаю в четверг вечером но публикую ближе к полуночи по московскому времени я вам говорил о уровне сопротивления 103 64 который находится в принципе что это за уровень вот он этот уровень уровень который на самом деле хорошо отработался на от него отскочили понятное дело что это может быть и ненадолго но во всяком случае какую-то коррекцию мы от этого уровня получили что у нас сейчас по индексу доллара ну конечно же восходящее движение почему восходящее движение в принципе я думаю что вы прекрасно понимаете в чем тут дело дело в той ситуации которая сейчас происходит в мире ситуация далеко не позитивная поэтому просто доллар оказался резервной валютой и мы видим что несмотря на то что их печатают очень много то есть запустили количественное смягчение то есть просто простыми словами запустили станок печатный печатают огромное количество долларов и при этом мы видим что доллар растет что как бы ну не совсем логично не совсем логично по той причине что да когда валюты много то соответственно она по идее должна стоить меньше но здесь мы видим обратное но в принципе вы знаете в ситуации хаоса который сейчас творится на финансовых рынках я думаю что это вполне нормальное явление которое мы сейчас с вами видим такое очень сильное восходящее движение по доллару когда нам говорить о том что тренд продолжится когда цена закрепится выше уровня 103 64 насколько сильно продолжится тренд я думаю что загадывать просто сейчас бессмысленно по той причине что очень сильное движение у доллара и тут наверное во многом даже зависит от того какие лекарства будут придумывать от коронавируса потому что ну сейчас все завязано именно на а вирусе и вот это сильнейший рост мы видим просто за счет того что сейчас происходит в мире поэтому закрепление выше 103 64 говорит о продолжении восходящего движения принципе и вижу что мы опять его продолжаем но в принципе вы знаете на самом деле по фондовому рынку ничего не меняется несмотря на четверг и пятницу которые были весьма позитивные для российских для российских бумаг мы знаем что российский фондовый рынок очень сильно подрос но опять-таки я предупреждал что это будет на прошлой неделе я предупреждал что мы немного подрастем именно оттуда нам нужно будет искать продажи потому что еще нисходящий тренд на фондовом рынке не закончился просто если хотя бы немного логично рассуждать то я думаю что каждый из вас понимает что сейчас производство останавливаются которые еще не остановились они возможно остановятся конечно это приведет к большим финансовым потерям и говорить о том что на прошлой неделе компании много потеряли а на этой неделе они начнут зарабатывать ну это просто неразумно да то есть соответственно они на этой неделе будут терять и может быть терять будут еще больше чем теряли на прошлой неделе или на позапрошлой поэтому фондовые рынки по-прежнему у нас смотрят вниз мы будем большей части разбирать именно продажи по фондовому рынку это тот самый черный лебедь о котором я предупреждал еще в самом начале падения опять таки о кошки я вас тоже предупреждал в понедельник и говорил о том что вот это то что мы отросли мы все это отработаем вниз потому что нет повода для роста пятки у нас американский фондовый рынок да он чуть-чуть отрастал пошел вверх но мы при этом рассматривали продажи по американским бумагам почему потому что нет никакого позитива сейчас для фондовых рынков конечно же сейчас все компании в том числе крупные брокерские компании по фондовым рынкам на прошлой неделе я думаю что вы видели огромное количество различных реклам до о том что вот оно дно надо покупать я говорю про фондовых брокеров надо покупать вот сейчас самое время и мы видим что сегодня нам рынок сказал правду о том что покупать еще рано если сейчас посмотреть фондовые рынки российские во всяком случае который сейчас открыт да то мы видим что у нас средний средняя температура минус пять процентов по голубым фишкам это довольно таки много минус пять процентов ну в принципе неудивительно не впадает вирус бушует и с чего бы сейчас расти поэтому я думаю что дна мы еще не достигли я думаю что до дна нужно еще процентов 10-15 минимум спуститься вниз по индексу ртс и тогда может может быть это будет что-то близко к дну но пока я не вижу никаких позитивных нот по фондовому рынку поэтому принципе на самом деле отсюда много и на индекс то есть почему я вам сейчас рассказываю про фондовый рынок потому что а если люди выходят в кэш да то соответственно ну вот они начинают покупать доллары а если люди будут покупать акции опять-таки российского например фондового рынка то тот же рубль у нас вырастет но сейчас он прости не будет и я думаю что никаких у нас нет пока шансов отрасти сегодня кстати фьючерс на доллар рубль открылся весьма так мы закрывались в пятницу по 81 20 сегодня даже мы тестировали 82 50 то есть ну согласитесь очень много и так сопротивление 103 64 поддержка 101 97 вот как раз закрепление ниже данного уровня скажет о возможном снижении индекса доллара о том что все-таки у нас поменялся тренд ну хотя бы на какую-то краткосрочную коррекцию конечно этой коррекции мало но в условиях такого сильного тренда данной ситуации я думаю что это это лучше чем ничего вот это вот коррекция которая у нас была и так что у нас здесь была нисходящая конструкция она завершилась пробитием наклонного канала здесь сейчас правда продажи я не буду рассматривать по той причине что дорого просто дорого просто мы находимся очень далеко от скользящих мы видим что мы здесь спустились находились далеко до в итоге пошли вверх здесь мы обновили локальный минимум но при этом опять пошли вверх и вот я боюсь как бы мы здесь где-нибудь не зашли, не обновили локальный минимум и опять вверх. То есть, что у нас просто может начаться здесь флэт. Поэтому сейчас продажи я здесь не рассматриваю. Ну и опять-таки, тот же стахастик нам говорит о перепроданности. Да и дивергенция у нас есть, довольно неплохая дивергенция. Вот, ну, отличная дивергенция, согласитесь. Поэтому продажи сейчас я здесь не рассматриваю. Покупки против тренда, они просто небезопасны. Следовательно, что нам надо? Ну, я думаю, что мы вниз спустимся все-таки и уже отсюда мы получим трехволновку, диапазон... Короче, а если так более коротко, то поднимаемся в диапазон скользящих и от скользящих мы уже рассматриваем продажу. Продажу по текущему нисходящему тренду. Я не думаю, что за одну неделю, так как у нас каждую неделю идет вебинар, я не думаю, что за одну неделю изменится настроение и вот как-то так в пользу евро. Пока я этого не ожидаю, поэтому поднимаемся в диапазон скользящих, от диапазона на формирование нисходящей конструкции продаем. На прошлой неделе мы с вами рассматривали покупку, покупку выше 11.97 на формирование восходящей конструкции, но при этом вы помните, что мы с вами рассматривали продажу на перевороте, то есть на завершение этой восходящей конструкции в формировании нисходящей. Соответственно, на перевороте нам необходимо было закрыть текущую покупку с убытком, который у нас был, и открыть продажу, соответственно, на продаже заработать. Поэтому, используя перевороты, мы можем следовать за трендом, И на самом деле это очень хороший инструмент. И для вас я проводил вебинар именно по переворотам. Итак, продажа от скользящих на формировании нисходящей конструкции. Сейчас продажи я не рассматриваю. Я вам объяснил почему. Может быть вы со мной согласны. Может быть у вас свое мнение. Но вот у меня оно такое. То есть я сейчас продажи не рассматриваю. Я понимаю, что тренд нисходящий. Я понимаю, что доллар растет по отношению к евро. Но я хочу более выгодную цену. То есть для меня сейчас это невыгодно. Так, что у нас здесь по круглым уровням. Да в принципе ничего интересного по круглым уровням здесь сейчас и нет. Опять-таки сейчас сложно найти какие-то интересные ситуации по круглым уровням. По той причине, что волатильность очень сильно увеличилась. Мы видим, что эти 40 пунктов диапазон круглого важного уровня. Ну 20 вверх, 20 вниз. Мы проскакиваем одной свечой и даже не притормаживаем. Поэтому с учетом такой очень сильной волатильности сейчас или круглые уровни надо увеличивать на одну единицу. Кстати, вот как вариант можно самостоятельно нарисовать круглые уровни, увеличив на одну единицу. Понятное дело, что их будет меньше, но эффективность будет намного лучше. То есть это будут действительно очень хорошие уровни поддержки и сопротивления. Валютная пара фунт-доллар. То же самое мы идем вниз. В принципе неудивительно. Мы с вами индекс доллара уже посмотрели, который идет вверх. По-прежнему идет вверх. То есть здесь ничего не меняется. Когда нам рассматривать продажи? Продажи по текущему нисходящему тренду. Очень хочется, чтобы мы пошли вверх. Потому что здесь сейчас, если мы продадим, то у нас получатся продажи весьма дорогими. Ну прям очень дорогими. Поэтому, да и опять-таки, вот смотрите, на тот же индикатор весом осциллятора, если мы с вами посмотрим, то мы увидим, что здесь была сильная дивергенция. Соответственно, мы пошли вверх. То есть слабость, конечно же, есть. Поэтому давайте тоже так же рассмотрим от скользящих на формирование восходящей конструкции. Дело в том, что сейчас как-то получается очень дорого. То есть от скользящих. Давайте поднимемся в диапазон скользящих. Я понимаю, что это тоже может быть неинтересно, потому что все хотят зайти и заработать на каждой свечке, которая сформируется. И чтобы каждая свечка дала точку входа. Но я думаю, в этой ситуации нужно торговать осторожно. Поэтому поднимаемся в диапазон скользящих. Соответственно, отсюда мы рассматриваем продажи на формирование нисходящей конструкции. Такая точка входа будет на откате B. То есть мы предполагаем, что все вниз-то. А вверх, соответственно, это будет B. И вниз A, C, B, C, C, C. То есть под волны волны C. Но такая цена будет уже более выгодная. Какие-то более ранние точки входа. Ну вот смотрите, если разобрать раннюю точку входа. Вот прям раннюю точку входа. Но дело в том, что она может в принципе отработать. Тут до ловушки-то очень близко. А, B, A, C, B, C. Ну и соответственно здесь продажи. Стоп можно кинуть за хай. Такая у нас получается продажа точка входа на откате B. Но, очень важное но, оно кому-то может не понравиться. А вот через 73 пункта нужно зафиксировать первую цель и перевести сделку в без убыток. Это без вариантов, понимаете? Вот нет, других вариантов нет. То есть вот она первая цель. Вот она первая цель. Нравится это или не нравится, это первая цель. И здесь мы переводим сделку в без убыток и фиксируем одну. То есть мы зафиксировали первый тейк профит. Перевели сделку в без убыток. Перевели сделку в без убыток. А дальше уже, если продолжится нисходящее движение, то я думаю, что 138,2 это будет примерно наша нижняя ловушка. Нет, 123,6, видите, ошибся. Ну ничего страшного, 123,6 так 123,6. Ешь, как говорится, птица не гордая, пнешь полетит. Поэтому наша цель 1,14,12. Это конечная цель для продажи. Это ранняя продажа точка входа на откате B. По текущему нисходящему тренду. В принципе, если поставить на M15, например, фракталы, то она еще и будет фрактальной. Так, по фунту мы разобрали продажу. Покупку я не рассматриваю, потому что пока мы понимаем, что ничего не меняется. Поэтому покупки пока мы не рассматриваем. Американский доллар, канадец. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть восходящее движение. Мы спустили диапазон скользящего. Все было классно, но сейчас уже дорого. То есть сейчас мы уже поднялись. Блин, ну высоко мы поднялись. Прямо высоко. Соответственно, что нам надо? Нам нужно спуститься, опять спуститься. Я понимаю, что многим это не понравится. Я уже, в принципе, это говорил. Потому что все хотят открыть сделку прямо сейчас, и чтобы заработать миллион процентов, желательно через одну минуту. Нет, я вот не вижу пока такой сделки, которая дала бы эти миллион процентов. Поэтому вот такой торговый план. Спускаемся вниз диапазон скользящих. Строим наклонный канал по нисходящей конструкции, которая будет и на завершении нисходящей конструкции. Мы уже будем покупать. Да, кстати, как можно будет еще сделать? Наклонный канал здесь довольно длинный получается. Ну такой горизонтальный. Соответственно, можно будет разбить на подволны волну С. Ну то есть будет какая-нибудь волна АС, например. Волна ВС и СС. И, соответственно, зайти на пробитие пивота 2. То есть не на пробитие наклонного канала, а на пробитие пивота 2, потому что пробитие пивота 2 волны С. А пиво 2 это основание волны СС. То есть А, С, Б, С, С, С. Вот оно основание волны СС. Соответственно, на пробитие пивота 2, то есть пробили пиво 2 волной А, после этого получили коррекцию волны В, и после этого купили. Покупка у нас будет в том числе, скорее всего, и фрактальная, по текущему восходящему тренду. В принципе, отличная покупка. Продажи по американскому доллару канадцу я пока не рассматриваю. Если что-то изменится, то я об этом расскажу в четверг, на обзоре, который буду для вас записывать. Пока у меня не меняются мнения. В принципе, все остается по-прежнему. Австралийский доллар против американского доллара. Здесь мы тоже поднялись вверх, кстати. И как вариант, можно даже рассмотреть продажи на пробитие. Мы видим, что вверх явно идти не хотим. Никакого желания идти вверх нет совершенно. Поэтому мы предполагаем, что эта восходящая трехволновка – это коррекция трехволновка. Ну, то есть это волна B. Коррекция от общего нисходящего тренда. И вниз, соответственно, у нас есть волна АЦ. Коррекция ВЦ. Ну и на пробитии вершины АЦ. Ну, то есть вот она, вершина волны АЦ нисходящей. Соответственно, ниже 0.5698 мы с вами продаем на формировании нисходящей волновой конструкции. Обязательно на ловушке. Это вот просто нравится, не нравится, а сделать придется. На ловушке 0.5517 фиксация одной-второй прибыли и перевод сделки без убыток. Дальше можно посмотреть по ситуации уже. Удержит уровень, не удержит. То есть там уже самостоятельно принимайте решение. Но здесь обязательно нужно будет зафиксироваться. Это ловушка разворотный уровень. Дело в том, что если мы проанализируем австралийца, то мы увидим, что он уже делает просто исторический. Давайте еще чуть меньше. То есть мы уже находимся в 2002 году по цене. 2002 год. То есть это очень круто. Ну, в принципе, еще можем на фоне этого кризиса спуститься куда-нибудь и на 0.4930. Куда-нибудь сюда можем спуститься, как вариант. Итак, продажу с вами разобрали. Покупки не разбираем, потому что я не вижу их. Может, вы видите, я нет. Ну, тренд нисходящий. Мы же видим, что ничего не меняется пока. Правильно? В мире пока ничего не меняется. Новозеландский доллар против американского доллара. Здесь уже дороговато. Почему? Потому что... А, это H4. Давайте на H1 перейду. Посмотрим, что у нас здесь происходит. Да, в принципе, ничего хорошего не происходит. Давайте круглые уровни уберут. То есть с учетом такой сумасшедшей волатильности нам круглые уровни просто не помогают. Вот так как-то почище получается. Здесь у нас тоже была восходящая трехволновая конструкция. Она была скрытая, усеченная. Почему она была именно здесь, а не здесь? Потому что мы пробили 88,2. Вот оно, это было пробитие. А, соответственно, у нас она сюда и пошла. То есть это скрытая, усеченная конструкция. По усеченкам я проводил вебинар. И, в принципе, рассказывал, что это такое. Итак, как же сейчас торговать валютную пару новозеландский доллар, американский доллар? Я вот сейчас не хотел бы продавать по той причине, что дорого. Я понимаю, что мы, скорее всего, пойдем вниз. Но проблема в том, что или нужно какую-то находить раннюю точку входа, то есть на каком-то таком вот прям маленьком таймфрейме. Или вот на М5 перешел. И понимаю, что продажа будет... Ну вот смотрите, как вариант. Как вариант можно продать на формировании нисходящей конструкции, но обязательно на ловушке зафиксироваться частично. То есть стоп кидаем за максимум, за наш пин-барчик этот. Обязательно вот он наш тейк. Опять-таки нужно понимать, что вот это было ложное пробитие. Я думаю, вы это видите просто глазом, что это было ложное пробитие. То есть нужно найти точку именно уровня. Уровня. То есть вот он уровень. Не вот это, не вот это, не вот это. А вот он уровень, который работал. Соответственно, первая цель 1.55.97. Это обязательно. Просто здесь понятие, здесь был разворот. И отрицать очевидное мы не будем, да? То есть у нас продажи на пробитии 0.56.24, первая цель 0.55.97. Перевели сделку в без убыток, продолжится нисходящее движение, мы заработаем. Не продолжится по второй части сделки, просто закроем без убыток и мы ничего не потеряем, а заработаем только вот эту вот маленькую первую часть. Но опять-таки заработаем. Поэтому вот такой торговый план, в принципе, на продажу возможен. Покупки по новозеландцу я не рассматриваю. Так же, как, в принципе, и по австралийцу, потому что, ну, пока никаких изменений нет. Валютная пара доллар-иена. Сформировалась восходящая усеченная конструкция. В принципе, тренд у нас здесь тоже явно восходящий. Как вариант, можем подняться вверх. Но я бы спустился вниз диапазон скользящих. Вот это было бы классно. То есть вот так вот нам нужно спуститься. Вот сейчас, кстати, мы, может быть, все-таки спустимся. В таком случае у нас будет нисходящая трехволновка. Вот она, волна А. Коррекция волна Б. И вниз волна С. Просто шикарная формируется трехволновка, на завершении которой мы сможем купить. Построим наклонный канал по трехволновке. Соответственно, спустимся в диапазон скользящих. И покупаем на формирование восходящей конструкции. Волной А пробили наклонный канал. Получили коррекцию волну Б. И купили. Купили на формирование восходящей конструкции. По текущему восходящему тренду. Ну, а тренд явно восходящий. Продажи пока я не рассматриваю. То есть я решил эту неделю придерживаться максимально тренда. То есть есть тренд, все. Потому что на этой неделе ничего не меняется. В принципе, то же самое, что было на прошлое. Только меняется в худшую сторону. То есть, как бы наоборот, получается, эта ситуация может еще более сильно разогнаться. Золото. Ох уж это золото. Думалось мне покупать на формирование восходящей конструкции. Но сейчас что-то как-то уже и думаю, стоит ли покупать. Вот потому что в таких условиях золото не является защитным активом. Поэтому продажи по золоту я не рассматриваю. По той причине, что очень дорого. А покупки даже не знаю рассматривать или нет. С одной стороны, думается, что золото дешевое. Защитный актив, по идее, в него выйти. А с другой стороны, я сам уже повыходил с ETF по золоту. Потому что у меня были выгодные цены. То есть я вышел с плюсом. И сам в кэш перешел. Поэтому, не знаю, наверное. А давайте поднимемся в диапазон скользящих, а потом будем продажи рассматривать по текущему нисходящему тренду. Вот как-то так. Покупки по золоту пока я не буду рассматривать. По той причине, что тренд нисходящий. Но и сейчас продавать я не хочу дорого. То есть, понимаете, сейчас я вот здесь вот продам. Да, у нас здесь отличный уровень. Отличный уровень. Мы его ложно пробьем. Сделаем усеченку. Пойдем вверх. Apple пошел вниз. В принципе, я вас предупреждал. В понедельник, что мы можем пройти вверх. Вот здесь мы, в принципе, шли вверх. На фоне хорошей новости о снижении ставки. О запуске QE. О количественном смягчении. Ну, станок запустили. Печатный. Соответственно, на этом фоне мы чуть-чуть отросли. Но этого мало. Этого мало для того, чтобы спасти экономику. По той причине, что отлично покупают акции. Замечательно. Покупают облигации. Тоже вроде. Ну, да, покупают. Вот, кстати, на фоне чего еще растет доллар. Потому что они же выкупают. ФРС покупает облигации. Соответственно, деньги заходят в рынок. И за счет этого еще растет доллар. Но все равно позитива никакого нет. Поэтому я вас предупредил, что все вот это восходящее движение, которое будет, мы используем как коррекцию. Все восходящее движение мы используем как коррекцию. В принципе, как мы видим, пошли вниз. Даже уже очень низко прошли. Очень, очень далеко мы прошли вниз. Насколько можем еще спуститься вниз? Да сколько угодно. Ну, вот, например, Apple. Apple закрыл магазины. То есть, Apple надо платить всем сотрудникам ЗП. Нужно платить аренды. И при этом продажи ноль. Есть какая-то выгода сейчас для Apple от текущей ситуации? Никакой. Правильно? Никакой выгоды нет. Поэтому для Apple позитива явно я не вижу. Рассматриваем продажи после формирования восходящей трехволновой конструкции. То есть, получаем коррекцию. Ну, как мы и хотели на прошлой неделе. После получения коррекции строим наклонный канал по восходящей коррекционной конструкции. И продаем. Продаем, потому что пока ничего не изменилось. Я пока не вижу какого-то повода для того, чтобы фондовые рынки отрастали. Тем более магазины. Тем более магазины, которые закрыты. Ну, такая продажа. Facebook. Так, что у нас интересного по Facebook? Как нам его торговать? Сейчас просто дороговато продавать. Я думаю, что, во-первых, мы откроемся с гэпом вниз. И мы его не сработаем. Вот сегодня, кстати, я готовил для вас отличный торговый план по МТС. Но получилось так, что у нас был гэп. И уже даже цена открылась ниже первой цели. И поэтому, к сожалению, не получилось отработать пин-бар. По той причине, что это технически было невозможно. Ну, не отработали мы этот торговый план. Такое тоже происходит. По Facebook. Вот если сейчас поднимемся вверх. Вот видите, у нас какой-то здесь пин-барчик даже рисуется. Соответственно, если поднимемся вверх, то получим восходящую усеченную конструкцию. А, Б, С. И уже на завершение этой восходящей усеченки будем продавать. Продажи. Так же продажи, как и по остальному рынку. Построили наклонный канал и продали на завершение этой конструкции. Волной А пробили наклонный канал. Получили волну коррекции, волну Б. И продали. Продажи. Вот такая у нас получается несложная продажа. По текущему нисходящему тренду. Сберегательный банк падает. А что тут удивительного? Падает, как и все остальные. Потому что, ну, давайте подумаем, что будет буквально там через... Если вот опять-таки я сегодня только открыл Яндекс, посмотрел, что сегодня было рекордное число в России зараженных. Там их немного. Кстати, вот в России молодцы. Все, наверное, очень правильно делают. По защите от коронавируса. По той причине, что в России очень мало зараженных. Но при этом сегодня было опять-таки какое-то рекордное число, которое еще не было раньше. Соответственно, что будет? Людей посадят дома. Производство. Некоторые, может быть, даже сделать какое-то сокращение. И будут убытки. То есть у людей будут потери денег. А если у людей не будет денег, то они просто перестанут платить кредиты. Потому что, ну, откуда их? У нас же принтеры не печатают деньги, как в ФРСе. Правильно? Я же могу-то принтер свой запустить. Но там максимум, что какой-нибудь текст или картинка. Могу фотографию распечатать. Но эту фотографию за деньги не примут. Поэтому кредиты не будут выплачиваться. Соответственно, это приведет к тому, что банки будут недополучать свою прибыль. Ну и опять-таки, если какой-то бизнес будет разоряться, который был прокредитован, то опять-таки банки не будут получать прибыль. Поэтому по банковскому сектору, я думаю, что ожидается снижение, пока не прекратится кризис. Пока не закончится кризис, пока этот черный лебедь не улетит, мы будем видеть снижение по банковскому сектору. Кстати, тоже хотел здесь сегодня сделать для вас торговый план на продажу, но потом подумал, что по МТСу, если есть вариант, что сработает, хотя тоже не сработал, то по Сберу понимал, что откроемся с ГЭПом вниз, и тут точно не сработает, поэтому нет смысла для вас сделать этот торговый план. Ну, в итоге так и получилось, что еще получилось, что и по МТСу тоже можно было не делать торговый план, потому что мы с ГЭПом открылись, и подкрылись очень низко, поэтому, к сожалению, не получилось отработать очевидную продажу. А что нам сейчас делать? Ждать повышения, потому что сейчас здесь запрыгивать, ну, очень как-то невыгодно. Поднимаемся в диапазон скользящих, и, соответственно, уже на завершении восходящей конструкции продаем. Продажи. Покупки я пока не рассматриваю. Пробили наклонный канал, получили волну коррекции, и продаем. В принципе, на прошлой неделе, вы знаете, что я вам про все акции говорил, именно продажи. Аэрофлот. Открылся с ГЭПом вниз, сейчас как-то отрастает даже, в принципе, ну, пока он еще, конечно же, в минусе, как ни удивительно. Аэрофлот-то, с чего ему зарабатывать, когда все самолеты стоят в ангаре. Поэтому, думаю, что мы еще сходим вниз. Когда нам рассматривать продажи? Продажи рассматриваем на формировании. Вверх подняться бы в диапазон. Я думаю, в диапазон мы однозначно не поднимемся. Очень далеко. Очень далеко находится диапазон. Поэтому вот сюда, вот если мы поднимемся, мы получим восходящую усеченку. Будет такая классная точка входа вообще. Вот это будет тогда А, это будет коррекция Б, а вверх будет усеченка С. Вот на завершении этой конструкции можно было бы неплохо продать. Покупки по Аэрофлоту я пока не рассматриваю, когда мы упадем. У нас, в принципе, вы помните, я вам на прошлой неделе обрисовал уровни, куда мы будем падать, и мы их пока очень хорошо отрабатываем. То есть, пока мы отлично идем по уровням. Все у нас четко. И я думаю, что изменений пока я не ожидаю. Вот у нас виклик. Мы с вами отрабатывали, то есть, я вам говорил, что мы дойдем до уровня 61. На позапрошлой неделе я вам говорил, что мы дойдем до уровня 74. Мы отработали. На прошлой неделе я говорил про уровень 61. Теперь, ну вот если 33-36, наверное, как-то все-таки я слишком пессимистично определил зону, то я думаю, что вот у нас отличный зеркальный такой уровень будет. В диапазоне 43 рублей за акцию. Отличная цель. Соответственно, вот может быть где-то от 43 можно будет уже искать покупки. Но пока есть куда падать, потому что, ну опять-таки, позитивного, то есть, у нас чартеры не полетели, да, то есть, самолеты все больше и больше стран закрываются, то есть, мы не летаем туда уже больше, соответственно, с чего зарабатывать аэрофлоту. Магнит. Магнит у нас отлично отрастал, в принципе, на фоне ажиотажа на спрос, который был очень высокий. Мы подумали, что раз американцы закупаются туалетной бумагой, наверное, она нам тоже нужна. Зачем, не знаем, ну, блин, как кто-то сказал из политиков, что сейчас такой момент, когда срать не хочется, а туалетная бумага нужна. И вот как раз та ситуация. То есть, просто был большой ажиотаж, соответственно, на ажиотаже был большой спрос. Мы сейчас отрастаем. По магниту продажи я не рассматриваю. Продажи я не рассматриваю. Покупки рассматривают диапазон 2.312. Ну, вот, наверное, 2.312. Я думаю, что здесь мы можем еще спуститься вниз. И здесь можно будет покупать, потому что магнит очень дешевый. Продажи по магниту, ну, я как-то... Понимаете, в чем дело? Сейчас, что у нас может расти? Ну, во-первых, если мы посмотрим фондовый рынок, то мы увидим, что, например, сегодня, что у нас в плюсе? В принципе, сегодня у нас практически все в минусе. То есть, если посмотреть, у нас там минус 6, минус 7% по бумагам. И вот сейчас дойду до ближайшего плюсика и сразу скажу, что это была за бумага. И я думаю, что вы уже можете даже написать, просто угадать. И наверняка вы угадаете. Аптека 36,6. Вот, акции аптеки 36,6. Выросли на 6% сегодня. Дальше спускаемся так по ленте и смотрим, что у нас еще сегодня выросло. Прям выросло. А сегодня выросло фармсинтез, то есть, фармацевтика. Вот в чем дело. То есть, у нас выросло фармсинтез на 3,36, ну, почти на 3,5% и аптеки 36,6. То есть, те, кто занимаются медикаментами, они растут. Соответственно, ну, те, кто занимаются продажами продуктов питания, то есть, продукты первой необходимости, они тоже будут расти. Но это, к сожалению, не Apple. Apple это не продукт первой необходимости, поэтому мы по Apple видим сильное снижение. Соответственно, по магниту, если спустимся вниз, то от уровня 2,312, 2,313 покупка. А бренд, ну, все тут, в принципе, очевидно. То есть, вот, кстати, вспомните, что было, просто если, дело в том, что когда изучаете историю, историю именно технического характера, то есть, что происходило, то есть, как вел себя рынок, когда что-то происходило, да, когда какие-то происходили там конфликты. И вы увидите, что они себя ведут всегда максимально одинаково. То есть, в пятницу вышли новости, я опять-таки, эту новость публиковал в телеграм-чате, что обстреляли склады нефти и газа с аудитов. Что мы увидели? Мы увидели краткосрочный рост. то есть, вот такой вот был рост. Опять-таки, я в самом начале сказал, что это краткосрочный рост. Почему краткосрочный? Дело в том, что уже так делали. Мы уже это проходили. Вот в чем дело. Мы уже это проходили и все это было ровно по тому же сценарию. Вот она, эта ситуация. Вот она, эта ситуация. Что у нас здесь было? А здесь дроны обстреляли хранилище нефти с аудитов. Дроны здесь обстреляли. Они полетели, постреляли, мы взлетели. И что это было? Это был краткосрочный рост. Краткосрочный. Потому что вот этих вот обстрелов хватает на то, чтобы притормозить, но при этом инерционно мы дальше идем и в принципе ничего не меняется. Что у нас здесь произошло? Ровно то же самое. Постреляли, здесь остановились и соответственно что произошло? Мы пошли вверх. Пошли вверх как? Краткосрочно. То есть ровно то же самое. Поэтому я думаю, что как бы мало что может измениться в формировании цен. То есть мы повторяем ровно те же самые действия, которые мы повторяли. Нет роста. Понимаете в чем дело? Даже допустим, сейчас ударят по рукам. Это как опять повлияет? Саудиты встречаются с Россией на собрании и бьют по рукам. Все говорят классно, мы будем сокращать добычу нефти. Вопрос, а кому она сейчас нахрен нужна? Производство закрыто, самолеты не летают, пароходы не плавают. Ну сократили, ну отлично. И что? Что от этого? Дефицит стал? Да ее, как грязи этой нефти. Она никому не нужна сейчас. Поэтому роста по нефти я не ожидаю. Если ударят по рукам, то конечно же мы его увидим, просто на позитивной новости. Ну потом опять пойдем вниз, пока не закончится кризис. То есть закончится кризис, производство восстановится, и тогда будет нужна нефть, тогда ее будут покупать, тогда она будет действительно стоить денег. Будет ли это? Будет. Будет. Потому что коронавирус, я уверен, что вылечат. У нас медицина в мире развита, и конечно же лекарство будет. Будет однозначно. Поэтому просто нужно подождать. Сейчас продажи. Сейчас продажи однозначно. SP500. Открыли с ГПом вниз. Сейчас находимся в Афлейте. Пойдем вниз. А дальше вниз, но вот дороговато. То есть мы с вами на прошлой неделе рассматривали продажу на завершение этой восходящей конструкции. В принципе пошли вниз, все отлично. Ну вот давайте поднимемся вверх. Ну куда? Понимаете в чем дело? Вот мы уже внизу, и куда еще? То есть нужно получить восходящую трехволновку, а потом уже продавать. То есть такой же торговый план, как у нас был, совершенно он не меняется. Такой же торговый план и остается. Поднялись вверх, получили трехволновку, получили более выгодную цену, построили наклонный канал по восходящей трехволновке, и тогда уже продажи. Тогда уже продали. У нас будет какой-то потенциал. Но продажи. Как можно говорить о росте в такой ситуации? Как, скажите? А у меня на этом все. Если у вас есть вопросы, то я на них с удовольствием отвечу. Если нет вопросов, то предлагаю приступать к торговле. Также напоминаю, что завтра я для вас проведу вебинар. На вебинаре я совершенно бесплатно с вами поделюсь с советником. Советник среднесрочный, работает на нескольких валютных парах. Расскажу, как он работает, почему он открывает сделки. И, конечно же, дам ссылку для скачивания советника. И вы сможете его совершенно бесплатно скачать. Завтра в 19.30 по московскому времени будет этот вебинар. У нас я... На прошлой неделе я обещал, что я проведу серию вебинаров, на которых раздам совершенно бесплатно советники. Ну, а дальше вы будете сами думать, торговать вам ими. Или не торговать. Это ваше собственное дело и ваше собственное торговое решение. И я на него никак влиять просто и не собираюсь. Так, отлично. Я так понимаю, что вопросов нет. Я вам желаю прибыльной торговой недели. Не забывайте ставить стоп-лоссы, мыть руки. Да пребудет с нами профит. До новых вебинаров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok